Сегодня дети, завтра народ. Таков девиз традиционного для Самарской области фестиваля праздника «Кино детям». Самаре он проходит уже в 27-й раз. В этом году своей работой представили более 130 человек. 42 профессиональные киноленты, а остальные сняты любителями, по большей части, детьми. География фестиваля впечатляет. Это буквально вся Россия, а еще страны ближнего зарубежья. Казахстан, Армения, Беларусь. Виктор Васильев приезжает со своими лентами в Самару уже в 15-й раз. Он представляет Братскую республику. В этом году привез несколько фильмов. Один из них – «Правила геймеров». Подростки ищут клад, чтобы попасть на игровой турнир. Смейное кино с эффектными съемками в Несвижском замке. Я вижу детские глаза, детские лица и радость этих людей, которые получают от кинематографа большое удовольствие. И тех людей, и те лица, которые в будущем будут большими кинематографистами. Я так надеюсь. На протяжении недели участники фестиваля будут показывать свои работы, а пятницу в кинотеатре «Художественный» в Самаре подготовят праздник для всех зрителей – День анимационного кино. Свои ленты покажут как участники фестиваля профессиональные кинематографисты, так и дети, для которых мир кино – это пока еще только мечта, которая, впрочем, благодаря фестивалю из года в год становится все ближе. В этом году признаются организаторы уровень поданных работ невероятно высок. «Членам жюри» будет очень непростой выбор, потому что фильмы равноценные, они там разные по жанрам, по тематике, но всех их объединяет одно высокий уровень. Удивительно, что вот в эти два года пандемии наши кинематографисты, несмотря ни на что, ухитрились снять замечательные фильмы. Один лучше другого. Самые разные. И о любви, и о войне, и есть юмористические, даже комедийные есть ленты. Международный кинофорум «Кино детям» считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Приезжают сюда не только участники и эксперты в мире кино, но и просто любители, преданные зрители. Уже 21 октября наградят авторов лучших работ.